Харьков Под Дзержинским районным судом Харькова в понедельник собрались около 200 человек. Они протестовали против строительства на площади Свободы Стеллы с Ангелом и Крестом. Как только стало известно, что обсуждаемое общественностью Адаробла победило, харьковчане начали агрессивно высказываться о решении жюри в соцсетях. Кроме этого, за прошедшие сутки на сайте Гурсовета появилось более 5000 подписей под электронной петицией за отмену строительства скандальной войны. Всего на ресурсе создали 9 петиций с призывом не устанавливать подобный монумент на площади или вовсе запретить там какое-либо строительство. Вот что сказал нам в интервью Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр. Мы надеемся, что судебное решение будет объективным, но зная хамство и напор нашей городской власти, боюсь, что нам всем не обойтись без акций протеста на месте возможной стройки памятника. Надеюсь, до этого не дойдет. В Авдеевке частично восстановили электричество, появилось отопление, а в пяти школах даже возобновились занятия. Но гуманитарная обстановка по-прежнему остается сложной. Мирные жители нуждаются в вещах, одеялах, продуктах питания и медикаментах. Такую информацию озвучил руководитель гуманитарной миссии пролеска Евгений Каплин, который неделю находился в зоне обстрелов. По словам волонтера, подобные сильные обстрелы Авдеевка переживала в 2015 году. За это время погибли три мирных жителей и один работник ГСЧС. 12 человек получили ранения, среди них двое сотрудников службы спасения и британский журналист. Снаряды повредили 179 домовых квартир. Около 50 домов получили прямые попадания и не подлежат восстановлению. Район промзоны по-прежнему подвергается обстрелам, электричества там нет до сих пор. Для короткого выпуска достаточно. Все подробности на сайте накипело.юа. Слушайте нас на Радио Рокс и Саундклауд. Смотрите на Ютубе и читайте блог Инны Роменской. Все только начинается. Это был подкаст «Накип Тимошенко».